Телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары сообщает, что сайты госорганов хотят адаптировать для россиян с инвалидностью. Это касается адаптации ресурсов с учетом разных видов инвалидности. Правительство Российской Федерации установит требования к доступности для инвалидов официальных сайтов государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций, иных сайтов, информационных систем и программ, владельцами которых являются такие органы и организации. Администрация промышленно в районе Самары сообщает, что 22 февраля в Ледовом дворце пройдет карьерный форум «Труд-крут», который объединит ведущих работодателей и 3,5 тысячи школьников и студентов. Он будет насыщен мероприятиями, главной темой которых станет построение маршрута к работе мечты вместе с российскими студенческими отрядами. Для каждого участника форума – это возможность сделать первый шаг в успешное будущее, наметить важный путь в профессиональной сфере и составить персональный карьерный план. В Самарской области набирает популярность следж-хоккей – адаптивный вид спорта в составе Самарской и Тольяттинской команды «Ветераны СВО». Активный здоровый образ жизни для героев – один из способов реабилитации. Возможность заниматься спортом у военнослужащих есть благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова и регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Специалистами фонда заключены соглашения о сотрудничестве с хоккейными клубами «Лада» и ЦСКА ВВС. Тренировки проводятся бесплатно.